Привет, интернет! Мы буквально через несколько секунд стартанем, потому что мы решили сами попробовать. А что это такое? Лично я вообще ничего не понимаю. Что сейчас происходит? Мы будем бежать по такой схеме. Стартуем мы вот отсюда, со входа в гипермаркет Аштор. Потом мы бежим, можно брать любые товары, но есть ограничения в 500 тенгет. Для чего это делается? Чтобы их было много. Нельзя брать повторяющие. Допустим, вы взяли лапшу Султан, так вот следующая должна быть другой марки. Нужно обязательно взять в том конце батон хлеба. То есть сумма, на которую мы можем заполнить тележку 20 тысяч тенге. Мы не знаем, сколько это продуктов, вроде как легко посчитать, но сколько по объему. И не знаем, за какую скорость мы должны добежать. То есть сейчас мы стартуем и побежим на крайние кассы. Непонятно, за какое время мы пробежим. Ну вот мы сейчас сделаем пробный заезд. Кто первый? Буховава. Мы сейчас засекаем время просто вот заради интереса. А, вот, совершенно забыл. Обязательно нужно взять три бутылочки нашего спонсора. Это витамин С и еще там какие-то витамины. Они вот есть, вот здесь мы их потом покажем. И нужно взять две бутылки разных визий. Энергетика нашего любимого. А особо ретивых мы прикрепим наручником одной рукой к тележке, чтобы нельзя было обоими загребущими, гравлями загребать продукты в тележку. Нет, так их по-любому нельзя загребать загребущими, потому что ты должен каждого вида брать по одному. Потому что если ты загребешь, ты можешь загребить все. Здесь двумя руками так удобнее делать. И тележку можно оставить, отбежать и все скинуть в центр. А тут тебе придется быть всегда с тележками. В конце на кассе мы будем просчитывать. Дело в том, что можно, как это, от радости набрать сразу очень много продукции. Так вот этот человек гарантированно проиграет. Потому что он должен быть максимально ближе к 20 тысячам тенге. Максимально. То есть, допустим, если у него 20 тысяч 200 тенге, а у кого-то вот у Даши 20 тысяч 800 тенге, выиграет Даша. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пробежал за 6 минут 34 секунды. Я не знаю. Но я абсолютно не знаю, какая у меня цифра сейчас здесь. Я думаю, где-то в районе 20-20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, вот еще важно. Вот здесь за зоной финиша брать уже ничего нельзя. То есть вот все, что зачерпает, уже брать нельзя. Это какой-то кошмар. Дольше всего я искал колбасу за 500 теген, но я все равно нашел. Вот вам. Я обманул Астор, я сделал это. Не, главное, Иванов вообще не вспотел. В смысле, вот видно, что он, видать, это тренируется. Нет, я расчетливый, я просто знаю, какие продукты родители. А вот он сильно расчетливый, а хлебушек-то забыл, поэтому он сразу дисквалифицировал. Вот важный момент, то, что у вас будет дороже 500, оно не пойдет вам в зачет. То есть вы можете довести его до кассы, но толку от этого никакого не будет, оно обратно уйдет. Ну, я зато выполнил условия, потому что я взял хлеб. А где он? Он уже уехал, да? И я взял два дизи и взял три витамина С. Вот они и есть. Сколько сумма тут общая, она потом, да, считай? В принципе, готов для еды. Вот, держите. Ну вот сейчас, кстати, будет самое таинство, потому что сейчас касса выдаст тот результат. Вот получается, дорогие товарищи, зря я бегал. А теперь снимите сколько продуктов, вы снимите сколько продуктов, у меня по ощущениям, что я на 200 баксов их уже набрал. А их всего на 9000. Вот мы специально взяли девушку, мы специально взяли девушку. Вот сейчас посмотрим, насколько у хозяюшки класс, роль хозяюшки исполняет Даша Бухалова. Даша, передай привет. Вот, чего? А вот смотрите. 12720. Сколько? 13720. Получается, нет, у нее 12 тысяч, у меня получается 9 тысяч. Давай, до свидания, Даша тоже, да? То есть, хорошо, сейчас посмотрим, насколько хитрым оказался Иванов. Нет, а вы снимите, смотрите, какая куча получается. За 12 тысяч сенге, смотрите, сколько... Мои товары оказались просто, наверное, самыми объемами. Одна только кукуруза, чем устроили, брат. Пришлось побегать. Поздравьте, Иванов, оказался самый умный. 14 тысяч 830, то есть, но... И даже не вспотел при этом. И даже не вспотел при этом, но... А фишка в том, что никто, никто из нас до 20-ки не дотянул. Получается, что 20-ка это практически полная корзина. Поэтому приходите в воскресенье, в 10 часов у нас начинается регистрация, в 11 у нас первый заезд. Люди, мы не шутим, это правда. Вот эта галлюцинация, она сейчас происходит. Дорогие друзья, перед вами модель опытного гонщика на продуктовых тележках. У каждого гонщика есть 8 минут, чтобы оббежать ряд стеллажей и набрать продуктов в свою продуктовую корзину. Побеждает тот, чья сумма чека приблизится максимально к 20 тысячам тенге. На стендах с холодными напитками можно очень легко найти напитки, как дизи, вот разные берем красники, берем зелененькие, кидаем в корзину. И берем три разных витамина С. Все, сразу у нас промоушен, опс, и мы едем дальше. Обращайте внимание на ценники. Здесь везде указаны ценники. Средняя сумма товара будет 350-400 тенге. Поэтому мы можем спокойно взять какао, какую-то нутеллу, несквик или еще что-то такое. Почему? Он маленький несквик. Маленький несквик, да, я маленький несквик просто брал. Дальше идем, чаи набираем, ну и все в таком духе. Витамин С находится не только в самом начале, он находится и практически в самом конце. То есть холодильники стоят повсеместно. Но, на мой взгляд, лучше взять витамин С в самом начале, чтобы забыть о нем уже к концу гонки. По-любой забудете. Такие вот объемные продукты, как хлопья старт натуральный 1000 грамм, стоят 425 тенге. Но, к тому же, они занимают большой объем в вашей тележке. Присмотритесь к акционным товарам. Вот макароны Гран Мулино Спагетти стоят 175 тенге на 37% дешевле, но вам дают две упаковки по цене одной. Это очень круто, на самом деле. Особое внимание стоит обратить на колбасный отдел, в котором глаза разбегаются, и ты не знаешь, что схватить. Но проблема в том, что колбаса, она очень дорогая. И найти колбасу в пределах 500 тенге очень тяжело. Поэтому внимательно следите за тем мясным продуктом, который вы кладете к себе в продуктовую корзину. А сейчас девочка в каске принесет хлеб. Вот данная буханка стоит 450 тенге. Отличный вариант. Это одно из условий. В вашей корзинке должен находиться хлеб. Если его не будет, вы дисквалифицируетесь. И, к сожалению, вы летаете из этой гонки. А вот это финиш. Последние кассы по коридору. То есть, именно сюда вы должны приехать по истечению времени со своими тележками. То есть, дальше мы выгружаем все продукты вот сюда. А, нельзя брать ингредиенты, которые находятся уже в ближайших кассах, возле ближайших касс. Это мы уже не берем, потому что здесь уже финишная прямая. Все продукты выгружаются вот сюда. Дальше кассир считает чек. Мы проверяем чек. Если нет совпадений продуктов и нет продуктов дороже 500 тенге, мы записываем вашу сумму, и вы становитесь претендентом на победу. Моя корзина за 6 минут набрала 14 500 тенге.